Итак, всем доброе утро. Все неожиданно. Я приехал. И думаю, если уже сейчас есть время, да, 10-10, думаю, надо провести урок. Почему? Потому что самое-то важное, что Тора. Тора – это жизнь, и как бы вот человек думает все время, да, какой бы прочный фундамент построить себе в своей жизни. Как все так думают. Каждый хочет прочный фундамент. Вот Мошак и Мясорук, Яков Шатанин. Все хотят построить себе в жизни прочный фундамент. Даже Светлана Карачева, Оксана Сериченко, всем шалом. И, значит, а какой можно прочный фундамент построить? Тока Тора, потому что за что зацепишься? Все остальное очень зыбкое. Очень зыбкое. Не знает человек, что с ним будет ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, не знает человек вообще ничего. И она должна что-то надеяться. На что надеяться? На Бога. На Бога надо надеяться. А если ты на кого-то надеешься, ты что-то делать должен, правильно? Таля Рафальская вот знает, что если ты только надеешься и ничего не делаешь, значит, надежда твоя, нечем ее наполнить. Поэтому надо наполнить свою жизнь, надо выражать свою веру в Бога и надежду на Бога в действиях. А как можно в детствиях выразить веру в Бога и надежду на Бога? Только через изучение Торы, которое приводит к действиям. Что мы и делаем. Все. Поэтому я прямо с аэропорта думаю, все, надо урок провести. Все. И мы сейчас находимся в 22-м отрывке. 22-й отрывок. Это говорится нам так. Значит, ну до этого нас предупредили, что быстрое наследство, то есть быстро, когда человек что-то получает, оно вначале кажется ему легким, но потом, в конце, оно не благословляется. То есть имеется в виду, что лучше, чтобы у тебя были страдания в начале, а награда в конце, чем наоборот. Награда в начале, а страдания в конце. Да? Или лучше наоборот, как вы думаете? Вот очень много людей выбирают, очень много людей выбирают, вначале хотят получить, а потом заплатить. И у них в жизни, как бы, вот они не готовы вначале пострадать, а потом получить. Они хотят вначале получить, потом говорят, потом я заплачу, конечно, все будет хорошо. В общем, нам Тора говорит, что должно быть по-другому. И 22-й отрывок говорит, значит, перевод такой, не говори, заплачу злом. Надейся на Бога, и Он тебя поддержит. Он тебя поддержит, даст тебе опору. А? Вот смотрите. Это как раз Тони Каукман, наверное, это ему сообщение, а то его не было-не было, а сейчас вот ему сообщение. Значит, не говори, заплачу злом. Вот, допустим, берет какой-то человек и делает другому человеку зло. Что говорит нам народная мудрость? Народная мудрость нам говорит, да, такая, в которой мы выросли. Спасибо. Народная мудрость нам говорит, с волками жить, поволчьи выть. То есть, что это значит? Это значит, если он мне сделал зло, значит, я должен ему отплатить злом. Теперь, что нам говорит Тора. Тора нам рассказывает историю в трактате Брахот, как был такой рабиуда, его звали, и у него испортилось 400 кисло бочонков вина. Значит, он говорит, что ж такое, как, что ж такое не везет. А Тора нас учит, что если человек, у него есть какое-то страдание, какая-то неприятность, так он должен проверить свои дела, предыдущие, потому что возможно, невозможно, а точно, это пришло ему, как следствие его каких-то предыдущих действий. То есть, если пришло страдание, так он где-то, где-то до этого что-то не так сделал. Значит, рабиуда им говорит, вы что думаете, что я где-то там согрешил, а он был глава мудрецов, такой прямо царь праведник, хотя, видите, вином торговал нормально. А мудрецы ему говорят, а ты что думаешь, есть, ну, Бог, он судья же справедливый, ты думаешь, он не справедливый тебе, эти 400 бочонков испортил? Он говорит, я не знаю, не могу найти, где, что не так сделал. Говорит, если вы знаете, скажите вы мне. Они говорят, у тебя был арендатор на поле, и арендатор этот, ты ему не доплатил, ты ему не доплатил деньги, ты у него не, а, ты у него даже не то, что ты ему не доплатил деньги, ты забрал у него часть урожая. Он говорит, секундочку, что значит, я забрал у него часть урожая? Я забрал у него, потому что он мне не доплатил в прошлом году. Он мне до этого не доплатил, я свое вернул. Они говорят, нет, говорит, вор, который украл у вора, все равно воровство, как бы вкус воровства почувствовал, так они ему сказали. И как следствие пришло тебе вот это вот наказание. То есть на твоем уровне это было делать нельзя. Подумал тогда рабе Иуда, и говорит, а я ему сейчас все верну. И он ему вернул все, ну то есть он говорит, хорошо, ты у меня украл, это твои подробности. То есть если бы я в тот момент, когда ты у меня крал, я бы тебя поймал и вернул свое, тогда это уже потом разбирает эту ситуацию, как по закону он должен был поступить. По закону, если бы он в момент, когда тот у него крадет, он его, значит, останавливает. Понятно, он его имеет право останавливать, он должен его даже остановить. Но если один у другого, например, что-то украл, разбил, вот, например, Итан взял у меня чашку и вылил мне на костюм. Я ему говорю, Итан, заплати мне за костюм. Он говорит, нет, не буду платить, у меня нету. А я потом взял, у него забрал компьютер. Я ему говорю, слушай, ты у меня облил мне костюм, а я у тебя заберу компьютер. То есть, в этом случае уже Итан будет отвечать перед судом за что? За мой костюм, а я буду отвечать за его компьютер. То есть, это две вещи, которые идут, они два разных действия. То есть, мы оба вступили в разные, ну, как сказать, в преступные отношения, грубо говоря, да? Теперь, что нам говорит царь Соломон здесь в 22-м отрывке? Он говорит так, Аль Тумар, не говори, заплачу злом, за зло. Не надо с волками жить, поволчьи выть. То есть, ты не должен превращаться в волка. А что? Кавеля Ашем Ваиша Аллах. Надейся на Бога, и Он тебя поддержит, Он тебя спасет. Значит, делать, не делать, тут каждый сам решает для себя. Я лично считаю, что если человек сделал мне зло заниматься наказанием и быть там чистильщиком леса, лично мне не стоит. Я знаю, что если он сделал что-то плохое, то ему вернется, обязательно вернется. То есть, мы если посмотрим, вот на протяжении истории, все злодеи были наказаны. Рано или поздно, больше или меньше, но злодейство, оно все равно наказывается. И пускай злодеев обычно наказывают другие злодеи. То есть, они между собой, они обязательно вступают в конфликты, дерутся, убиваются, стреляются, бьются. И лучше в это время посидеть, подождать. И опереться на Бога, Бог поддержит тебя. Такой хороший совет, я думаю, для большинства нормальных людей, он сработает. Но, если ты сам вступаешь во взаимоотношения, вот такие вот, что отвечают злом на зло, тогда тебе за твое зло тоже потом придет раздача. То есть, ты включаешься в эту цепочку создателей зла. Даже если у тебя, казалось бы, есть моральные, моральные какие-то основания, но, но, как бы, померять здесь очень сложно. Дальше, 23-й отрывок. Тоава, Ташем, Эвен, Ваевен, Мазне, Мирма, Лотов. Значит, это как раз раскручивается, эта же самая идея, что мерзость для Бога, мера и мера, ну, то есть, искривленная мера. Мера должна быть мера, она должна быть одинаковая. Значит, и весы обманные, это не добро. Не добро. Опять же, вот смотрите, например, разбирается другая ситуация. Есть в Торе прям такая фраза, цедек, цедек, тердов. Справедливость, справедливость, гонись. Зачем два раза за справедливость, справедливость, гонись? Есть одно из объяснений, что ты можешь гнаться за справедливостью, только справедливым способом. Не можешь ты использовать обманные способы. Например, человек один занял у другого деньги. Занял тысячу долларов. Проходит время, он не отдает. Не отдал он ему тысячу долларов. И этот, а тот, когда занимал у него деньги, он, значит, не было ни расписки, ничего не было. Теперь тот, который реально, он честно дал эти тысячи долларов, у него нет никаких оснований их забрать по закону. Но он договаривается с двумя людьми и говорит, давайте вы будете свидетелями. То есть, вы будете свидетелями, вы скажете, что он мне, что вы видели, как он у меня занял эти тысячи долларов. Это же моя тысяча, вы же меня знаете, я честный, вы верите мне. Да, они говорят, верим. И вот они втроем идут в суд и обманывают. Представляете? И обманывают в суде, что да, мы видели, что он дал и так далее. То есть, здесь говорится, что это мерзость для Бога, так делать нельзя. То есть, ты не можешь обманом, даже если ты, как бы, борешься за справедливость, но при этом ты используешь обман, то для Бога это, это мерзость, и оно как-то потом тебе повернется, ну, можешь повернуться неправильно. Я знаю, что в религиозном мире есть разные отношения, там, государство Израиль, например, да, и, ну, вот, есть, которые говорят, что так как это государство, оно не совсем религиозное, то и налоги идут на, ну, например, религиозный человек, он не хочет поддерживать парады гомосексуалистов, ну, то есть, это, это, это как бы полностью идет в разрез с его, с его верой в Бога, с его мировоззрением. Но получается, что если религиозный человек платит налоги, тогда он, часть этих налогов идет на поддержку парада гомосексуалистов, то есть, ты как бы поддерживаешь то, что, в принципе, идет прямо, ну, запрещено. И ходят все время, спрашивают равинов, можно, нельзя обманывать здесь в налогах. И я помню, что вот нам говорили, там, где я учился, говорили так, что нельзя обманывать. Нельзя обманывать. Почему? Рава Леяшев, это был такой, тогда глава поколения, это именно от него передавали, что он так сказал, почему нельзя обманывать. Он говорит, здесь много есть разных там, как бы, вариантов разных ракурсов, но, если ты сидишь со своим ребенком, и ты ребенку, ребенок знает, что в доме творится, и ты говоришь, смотри, значит, здесь можно обмануть, а здесь нельзя обмануть, то ты уже обманщик, ты все равно обманщик. То есть ты, или ты честный и прямой, или ты нечестный. Так я слышал, это имя Рава Леяшева, передавали, сказали, там, где я учился, нам сказали, нельзя обманывать. Вот так. Может, в других местах что-то другое, но здесь как раз написано, вот это 20, 20, вот прям 21, 22 отрывок, и 23, он прям нам так и идет. Первое. Не говори, заплачу злом, надейся на Бога, и он тебя поддержит, и мерзость для Бога, мера и мера, и обманные весы, когда ты обманом делаешь, да, обманные весы, лотов, это нехорошо. То есть в любом случае, когда ты начинаешь искривлять реальность, обманывать и так далее, оно где-то, как-то оно, ну, идет в Бог. Интересно, кстати, что, если вот возьмем сейчас бизнес, да, бизнес, то есть вот эта книга, то, что я всем советую, кто занимается бизнесом, прочитать, это книга Рэй Далио, «Принципы», «Принципы Рэй Далио». Так, он интересный, у него первый, главный его принцип в взаимоотношениях с людьми и с собой «Транспаранси» называется, «Транспэранси», то есть прозрачность. Он говорит, не может быть отношений с собой или с людьми, где я нечестный, двуличный и так далее. Он говорит, это нереально, то есть я хочу быть собой, но у него это доходит до крайности, то есть там оно переходит в Тору, то есть он людям говорит в глаза все, что ему не нравится, он очень резкий такой и так далее. Тора нам говорит, что ты не должен, ты не можешь обижать людей, то есть даже если вот эту правду матку резать, то есть Тора нам говорит, смотри, ты должен быть честный с собой, ты должен быть там прозрачный про себя, но ты не можешь обидеть человека, говоря ему ту правду, которая для него обидна. Ну знаете, как вот так, идет человек по улице, бедный какой-то, о бедный сидишь тут, руки нету у тебя. Ну то есть, что это ты правду ему сказал, его что это правда как-то помогла, ему порадовала. Понятно. То есть, но тем не менее, как бы даже в бизнесе, вот такая позиция правда, она более, более, как по мнению человека, который входит в 100 самых богатых людей в мире, она самая эффективная позиция, и невозможно построить что-то надежное на позиции обмана, двуличия, искажения правды, двойных стандартов и так далее. Понятно. Теперь дальше. И так далее, да. Теперь дальше. Следующий отрывок у нас, 24-й, говорится так. Миашем от Бога Митсадей Говар, от Бога Шади Человека, от Бога Шади Человека, Ваадам Майавин Дарко. И человек, как поймет он свой путь, путь его. Значит, здесь опять же мы можем вернуться к тому, что мы вначале изучали, там написано «Бтах Эля Шем Беколи Беха», то есть «Положись на Бога всем своим сердцем, в Аль Бен Атха Аль Тишаен». На свою бину, на свое понимание не полагайся. И здесь нам приводится то же самое, что от Бога Шади Человека, и человек, Майавин Дарко, как он поймет, что он поймет в пути его. Значит, здесь опять же, есть «Беколь Драхеха Деего, ву Яшер Архатеха». Есть еще одно то, что мы учили, «Беколь Драхеха Деего, на всех своих путях познавай его, и он выпрямит твоей дороги». Это мы учили в третьей главе. «На всех своих путях познавай Бога, а он уже выпрямит твоей дороги». То есть Тора нам говорит принцип жизни очень такой, как бы необычный для большинства людей. Большинство людей пытается выдумать и понять, что с ними будет дальше на сто лет вперед. Выбирать себе профессию, там сколько людей ломало себе головы, какую выбрать профессию, вот ребенок, иди в институт, значит, классная профессия, там, я не знаю, какие были профессии, которые вот умерли уже, их нету. Можно погуглить, вот какие профессии умерли за последние 10 лет? И я уверен, что были люди, которые сидели 10 лет назад и говорили своим детям, смотри, ты на всю жизнь идешь, поступаешь в институт, тебе важна эта профессия и так далее. То есть я помню буквально, вот другой пример. Где-то месяц назад я на одном там мероприятии, и один такой пожилой человек, ему уже там, ну, 75 лет, да, и он прям рядом со мной сел и душу мне изливал, говорит, я всю жизнь работал, работал, пахал, семью не видел, и я, говорит, деньги, я очень осторожный, говорит, человек был, я в 4 разных банка положил все свои деньги, все свои сбережения, все. И что, говорит, ты думаешь, все 4 лопнули, все 4 банка закрылись и все. То есть не знает человек, что с ним будет, не знает он, как будет, и, а, и он такой очень умный этот человек, такой, и все, хотел дочку выдать замуж за умного человека, а выдал ее за человека без высшего образования. И он говорит, моя дочка выдал ее за человека без высшего образования, а потом этот человек без высшего образования стал очень богатый, мультимиллионер, и они с дочкой живут всю жизнь, довольные, счастливые, там, дети, семья и так далее. И он говорит, вот никогда не знаешь, то есть там, где ты хочешь предостеречься, и ты уверен, что ты предостерегся, и все, оно может все рухнуть. Там, где ты думаешь, что наоборот, ты как бы, а, там вообще все плохо, оно переворачивается тебе в хорошо. Теперь нам говорится рецепт. Говорится так. От Бога шади человека. То есть действия все равно, весь этот мир существует, он очень, посмотрите на него, как все четко структурировано. То есть птицы летят на юг, потом они летят, там, там отложили яйца, летят на... То есть Бог, он, жизнь существует без вмешательства человека, уже существует тысячи, тысячи, тысячи лет, и все работает. Вся система работает. То есть, понятно же, что кто-то эту систему так запрограммировал, и так ей управляет, что она работает. И человек не должен пытаться предсказать себе, выдумать себе какую-то там супер-мега сложную схему, и пытаться впихнуть потом жизнь в эту супер-мега сложную схему, она не впихивается. И он пытается, он все время страдает. Что же моя жизнь не впихивается в эту схему? Я же прочитал, что она должна впихнуться, а она не впихивается. И я, значит... И он всю жизнь проходит в этой вот какой-то сумасшедшей внутренней работе, в недовольстве, да, собой. Вместо того, чтобы поучить Мишли, глава 20-я, притча царя Соломона, и он нам говорит, от Бога шади человека. Все. Человек, как он поймет свой путь? Не поймет он свой путь человек? Так, а что должен делать человек? А человек должен изучать пути Бога. То есть, что тебе думать? Ты положись на Бога, а он уже тебя повезет. И единственная должна быть работа человека, это насколько, в каких я отношениях с Богом. Я помню, есть, ну, царь Давид, это псалмы царя Давида, да, он все время молился Богу. Но он, царь Давид, он был очень такой, я так понимаю, ну, человек действия, да, то есть, он все время воевал, там, он куда-то, ну, то есть, он такой был, очень в действии. У него 18 жен было, представьте, какого у него было, только дома у него, какой был у него головняк. 18 жен, от каждой жены сыновья. Жен он брал, он в Торе, вот, царь Давид не искал легких путей. В Торе написано, там есть такая глава, когда пойдешь ты на войну, и увидишь там женщину, красивую виду, видом, а, когда пойдешь ты на войну, и победишь, и даст тебе Бог, там, врага в твоей руке, и увидишь ты женщину, красивую виду, то ты можешь на ней жениться. И написано, что нужно ее привезти домой, там, и так далее. Но это можешь на ней жениться. А я слышал, что царь Давид, он понимал все прямо, ну, то есть, он не искал легких путей. И он каждый раз шел на войну, и брал какую-то пленницу такую, которая из царской семьи, и на ней женился. И потом у него, один сын на него восстал, поднял на него войну. Там, то есть, у него был реально и дома головняк, и вокруг, так как когда ты идешь на войну, постоянно эти войны, только ты расслабился, они все пытаются опять заново начать с тобой воевать. В общем, у него была жизнь очень, очень такая насыщенная, тяжелыми событиями. Плюс он, вот если мы говорим про страдания, Талмуд говорит, что он ночами не спал. Он вообще не спал. Он больше 60 вдохов, у него не было сна. И царь Давид, у него вся жизнь была война, от первого до последнего дня. И поэтому мы до сих пор, мы молимся его словами, потому что только человек, находящийся на пике, вот такого вот опасности для жизни, постоянной, у него такой была связь с Богом, что ни до, ни после не было таких слов. И все молитвы построены на разговорах, на псалмах Давида. Это его были песни, как он общался с Богом. Так вот, значит, так вот, значит, а, и у царя Давида есть такое, что он просил у Бога, а он у Бога просил одного. Он говорит, я у Бога прошу, в Ишавте бебейт Ашем, лорах ямин. Я хочу сидеть в доме Бога все дни своей жизни. Что значит в доме Бога? И есть еще псалом, тоже из царя Давида, когда то, что он от имени Маше, это мы в шаббат, в шаббат его перед молитвой произносим, там говорится, что что ты убежищем Бог, был убежищем нам из поколения в поколение. То есть, кто такой Бог? Бог это вечность, Бог это тот создатель мира. Что такое душа человека? Это часть Бога, часть вот этой вечности. Что такое я человека? Это вопрос. Я человека, это то, чем он себя отождествляет, но в основном человек себя отождествляет со своими целями и со своими намерениями. Это как бы, он считает, что моя суть это то, что я хочу. И кто я? Это тот, кто верит в то-то, то-то и то-то. То есть, у человека есть некая виртуальная реальность, то, что называется эго. Кто я и что я хочу? Надетое на душу. Теперь, что хотел царь Давид и что просил Маше? Они умели схлопнуть вот это свое я и его полностью присоединить только к Богу, соединиться с Богом, уйти вот в этот домик, да, сидеть в доме Бога в средней жизни стоять. И тогда не страшно. То есть, вокруг может быть все, что угодно, а ты сидишь в домике. Понятная идея. Теперь, значит, еще раз давайте вернемся, что нам сказал в 24-м отрывке царь Соломон, что от Бога шади человека и человек, как он поймет свой путь? Значит, задача человека, это какая? это прилепиться к Богу и действовать по Торе, делать каждый первый, второй, третий шаг, то, что ты видишь. Действовать по Торе. Общие какие-то цели, планы, далекие, это они, я считаю, что они должны быть. Но при этом надо понимать, что все общие цели, планы, мечты и так далее, это все виртуальная реальность, которую сам же человек выдумывает. Потом сам же начинает внутри этой выдуманной виртуальной реальности бегать, для того, чтобы ее уплотнить и сделать, типа, я хочу вот это, ну беги, значит, или ты должен это, теперь сделать что-то ты должен, захотел, сделай, и человек начинает бегать, бегать, ой, у меня не получилось, ну решай теперь, как ты будешь себя, будешь сильно расстраиваться или не сильно, ой, не могу прямо вообще, мне без этого не жизнь, ну тогда поплачь, если ты сильно решил расстроиться. То есть сам же человек выдумывает себе мечты, сам же человек выдумывает себе потом планы, сам же человек потом бегает, но он забывает, что от Бога шаги человека, человек не понимает своего пути, поэтому Бог все равно путь, по которому человек хочет идти, его ведут, то есть он как бы выдумывает себе этот путь, по которому он будет бежать, но его по этому пути начинают вести, и Бога интересует только одно, насколько ты с Богом, или ты с Богом, или ты не с Богом, то есть если ты начинаешь уже быть с Богом, тогда даже через страдания Бог тебя все время направляет, чтобы ты больше был с Богом. Вот я вижу ситуацию именно так. Давайте сделаем выводы. Сегодня было у нас что? Три отрывка. Первое. Нельзя отвечать, не советует нам царь Соломон отвечать злом на зло, потому что надо надеяться на Бога, и он тебя поддержит, а злодея Бог накажет. Это мы знаем из других мест. Второе, что для Бога мерзость, двуличие и мера и мера, и нехорошо идти как бы обманным путем, даже хорошим целям. Лотов говорится. Не говорится запрещено, но нехорошо написано. И третье. От Бога шади человека, и человек не знает свой путь, поэтому лучше идти прямо по пути Торы, и будет все хорошо. Но опять же здесь есть. Вчера со мной один советовался человек, очень религиозный, вообще очень религиозный. И реально прямо он хочет сделать все правильно. Но вот просто ситуация, прям жизненная ситуация. Значит, у него был кто-то, кто ему выполнял работу, подрядчик. Ну, то есть, он ему всегда выполнял работу хорошо. Теперь, значит, и один раз он ему выполнил работу, он ошибся, совершил ошибку. Прямо конкретную ошибку. Но тот подрядчик, он говорит, это не была моя ошибка, это была твоя ошибка. Ну, и вследствие этой ошибки был убыток. Две тысячи долларов. Был убыток. А, например, у них сумма годовая сотрудничества десять тысяч долларов. То есть, и тот платил десять тысяч, получал результат на двадцать, например, да. Тот зарабатывал десять тысяч, получал результат. Ну, то есть, это был его заработок. Теперь, в чем ситуация? Вот у них есть спорных две тысячи долларов. И тот говорит, по закону, ты мне сделал убыток. А тот говорит, а я не согласен, я тебе не делал убыток, потому что это твоя была ошибка, все. В общем, они прерывают отношения, не могут здесь договориться. Теперь и он со мной советуется, вот как бы ты поступил, потому что теперь у меня нет другого подрядчика, и у меня вообще все останавливается. Ну, то есть, и он сейчас тратит очень много времени, сил, для того, чтобы найти другого подрядчика, который, возможно, выполнит для него работу, а может не выполнит. И оба религиозные, и оба хотят правильно поступать. Но вот тут вопрос, как подойти к этому? То есть, вопрос очень, да, большой, как подойти к этому? И тут, смотрите, вот что я лично могу сказать по своему опыту, да, я стараюсь в таких ситуациях леватер, то есть, леватер это отпустить, да. То есть, я считаю, что от Бога в лошади человека. Я сейчас, да, я сейчас могу в короткой перспективе, я потеряю, но при этом я знаю, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба, что если я где-то ошибаюсь, мне Бог точно так же, мне он, ну, как бы, в это самое, в это, ну, то есть, я, я не могу сказать, что это правильно, то есть, я очень много, как бы, и поэтому люди делают мне много ошибок, много, ну, бывает, очень много вот в работе, особенно, этот подход, он, он, дает все время много сбоев, но глобально все движется. Я знаю много людей, которые, капдоним, которые за каждую деталь, они борются, и у них не идет, то есть, они именно за каждую деталь, они вот в краткосрочной перспективе, они прямо у них день, это разрыв, ничего не делается так, как они хотят, но не идет. И есть Рэй Далио, который для, ну, для меня лично образец, миллиардер, который, ну, он реально, он говорит, смотри, должно быть все четко, но ты должен эту четкость выстроить, то есть, это большая, большая работа, выстраивание отношений с людьми, на именно на четкости, на детальности, на прозрачности, на, ну, именно четко, но это очень большая работа. Хорошо, в общем, мы ушли, давайте возвращаемся к Торе, чуть-чуть все. Каждый, пожалуйста, сделайте три вывода из Мишли, из притчи, да, то, что мы учили, и пусть эти выводы ведут вас по жизни. Всем шаббат шалом, значит, полагайтесь на Бога, и будет все хорошо. Все, учим Тору, помогаем порталу Ваикра, значит, Яков Шатадин, он, целую развел, такую большую-большую деятельность, и давайте ему все помогать, потому что, если мы хотим, чтобы Бог нам помогал, то мы должны этот божественный свет нести в мир, нести в мир, быть проводниками этого света, и Ваикра, шух, это как бы прожектор такой, прожектор перестройки. Все, удачи, успехов, шаббат шалом. Спасибо.